Добро пожаловать на канал JoyWire, с вами Джоан. Несмотря на то, что пара наших солдат были неплохо так покусаны ходячими, а Джонни и Вольфецки в состоянии усталости на ближайшие пару дней в наших рядах пополнения. Новобранец Сергей Колдун и новобранец Сакс Саша с интересной биографией. Он никогда не был ни командиром, ни фронтовиком, но всегда находился под рукой в нужную минуту. Его никто не замечал, пока он рядом, но в воздухе появлялось ощущение пустоты, когда его нет. Его чувство юмора и несерьезный подход могут разрядить любую, даже самую гиблую ситуацию. Поэтому отряд за него держится. Добро пожаловать в наши стройные ряды, а для тех, у кого есть желание попасть в мой штаб XCOM, есть инструкция в описании к этому видео. Что ж, давайте на заработанные в прошлой миссии деньги спланируем какую-нибудь новую постройку. Шэнь предлагает построить центр тайных операций, пожалуй, так и поступим. И приступим к поискам новых приключений. У нас тут вообще-то целый мир, который нужно спасти. Продолжение следует... Если только я не знал. Продолжение следует... 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 Она встает лицом к лицу с безликим, или как их еще называют, шейпшифтером. Что ж, уверен, что бойцы не хотят знать, на что способна эта махина, поэтому вступают в активную атаку. Отличная командная работа, шейпшифтер повержен, а бойцы приступают к дальнейшему освобождению гражданских. Методично передвигаясь и спасая гражданских, бойцы добираются до самого края карты, так и не столкнувшись с оставшимися противниками. Но мое предположение, что они скрылись на втором этаже этой постройки за туманом войны. Еще один ход наблюдения, и вот он прогресс. Противники выходят из тени. Недолго раздумывая, Крис с критической точностью вжаривает жрецу Адвента. Деворс заходит с флангой и уверенным критом вводит жреца в состояние стазиса. Крис, в свою очередь, снова показывает мастерство владения клинком, уничтожая копейщика Адвента. Что ж, остается жрец, и лучшее решение сейчас — встать в наблюдение и ждать его выхода из стазиса. Роль наблюдения на себя возьмут колдун и саг Саша. Еще одно безопречное задание на нашем счету. Если бы не наши новые соратники, все могло бы пойти совсем по-другому. Сделаем снимок на удачу и вперед в штаб! Отличная работа, команда. Всех и каждого из вас с гордостью повышаю в звании. Крис получит способность «Легкий шаг». Теперь во время нападения с клинком она не будет провоцировать наблюдение противников. Деворс получает способность «Руки молнии», с которой он может использовать другие способности в течение одного хода. Саг Саша повышается и переквалифицируется в «Гренадера». Колдун повышается в «Рейнджера». Получив немного приятных слов в свой адрес сверху, продолжаем искать приключения. Выслушав очередную порцию нытья от избранной, продолжаем методично расследовать карту. Наш штаб с постройкой новых отсеков начинает упираться в кап по электроэнергии. Поэтому сейчас, с учетом наличия свободных средств, будет неплохой идеей построить реле питания. Тем временем наши датчики находят базу, в казематах которой находится плененный протал Мокс. Самое время отправиться на его спасение. Мы наконец-то получили следующее, где «Чозенцы» держат нашего солдата в капоте. Время, чтобы мы его отберем. Командир, если мы победим эту войну, мы должны принимать все шансы, которые мы получаем, чтобы бороться. Мы должны быть готовы, чтобы обеспечить врага в непредсказуемых ситуациях, которые требуют специальное планирование и подготовку. Командир, выглядит, что условия на земле в течение всего полного оператора. Что ж, подготовим отряд спасения. Берем Деварса и Вольфецкого, так как у них братская связь, и они смогут вызволять друг друга из передряг. И перекинем на них флешку и аптечку. Без дальнейших изменений стартуем. Скайрanger, deployed. Менас, готово, deploy! Мы confirmали, что солдат, который был в капоте в нашей предыдущей операции, он был пройден в высокий секретный отдел, не далеко от вашей позиции. Операция Роковой Дол. Интересное предложение из штаба. Я никогда не пробовал ничего подобного в XCOM. Постараемся пройти эту миссию без срабатывания тревоги? Отправив Крис на разведку, сразу становится понятно, что база хорошо охраняется. Возможно, пробраться скрытно будет намного сложнее, чем показалось на первый взгляд. Так как бойцы выгрузились поблизости одного из краев карты, принимается попытка обойти всю базу по периметру и попробовать пробраться к клетке таким путем. Как назло, с этой стороны патруль. Я все еще не теряю надежду на прохождение по стелсу, поэтому бойцы отправляются в обход с другой стороны. Тут нас встречает еще один патрульный, но если этот продолжит двигаться в направлении нашего респа, то у нас есть шанс обойти его и зайти с противоположной стороны базы. Удача на нашей стороне, этот патрульный проходит дальше, и у нас появляется небольшое окно возможности проникнуть на базу без лишних пыли и шума. Повернув за угол, продолжаем неспешное передвижение к точке миссии. Добравшись к самой удобной, по мнению бойцов, точки, проникаем на территорию. Крис продвигается вперед. Сейчас необходимо быть максимально сконцентрированным. Нельзя забывать о том, что по территории раскиданы укрепленные высокоточные боевые турели. Крис проникает внутрь и натыкается на дверь, за которой находится взятый в плен протал Мокс. К сожалению, шанс бесшумного вскрытия просто космический, и взлом вызывает срабатывание тревоги. Кристина получает очередь из турели, мощнейший заряд, наносит критический урон, но она остается на ногах, закидывает на плечо Мокса и продолжает двигаться к выходу. Вольфецкий лечит раненого товарища. Пойцы продолжают придерживаться пацифистской тактики и вместо того, чтобы оставаться под огнем, продолжают свое движение к точке эвакуации, полностью игнорируя наличие противника. Первым эвакуируется Деварс, оставляя на поле боя Вольфецкого и раненую Кристину с Моксом на плече. Деварс, оставляя на поле боя Вольфецкого и раненую Кристину с Моксом на плече. Прилетает еще один самолет с подкреплением со стороны противника. Становится очень жарко и страшно. Кристине не хватает в прямом смысле двух клеток для эвакуации, так что ей приходится остаться на еще один ход. Тем временем Вольфецкий эвакуируется, оставив Крис в одиночестве. Противники начинают вести плотный огонь по позиции Кристины, но она все еще на ногах. Начинается ее ход, и она благополучно покидает базу противника. Статус «Отлично» тоже достоин похвалы. Мы получили небольшое снижение рейтинга из-за того, что Крис была ранена в бою. Но главное, все остались живы, а Мокс спасен. Продолжение следует... Очередное серьезное ранение у Кристины приводит к тому, что у нее немного съезжает кукуха. Излишняя агрессия может в неудачный момент разоблачить наше укрытие. Но я считаю, что это не самый негативный из баф из возможных. Второй уровень взаимосвязи у бойцов, но для его прокачки необходимо расширение базы. Что ж, давайте начнем еще одно секретное задание. В этот раз на поиски фракций и хромовников пойдут Деворс, так как он единственный из доступных сержантов в данный момент. И рядовой колдун будет набираться опыта у одного из самых опытных бойцов отряда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Получаем новые приказы для заступников Свободного Адвента, но разберемся с ними немного позже. Выслушав очередную порцию угроз от избранной, во время поисков наш сканер находит новую цель. Но разобраться с ней я предлагаю вам в следующем эпизоде прохождения игры XCOM с дополнением War of the Chosen. Огромное спасибо всем, кто добрался со мной до этого момента. Если вы хотите поддержать канал, то ставьте огромный лайк. Если не хотите пропустить новые эпизоды, то обязательно подписывайтесь на канал. С вами был Джонни, специально для канала JoyWire. Пока!